что друзья здесь у нас 1000 монет мы сейчас будем с вами перебирать 5 рублей вы мне много писали с просьбами выложить статистику и вот наконец время пришло мы начинаем с 5 рублей 1997 года московского монетного двора из значит из 1000 монет мне попалось 98 штук значит у этих монет достаточно стандартные характеристики диаметр массы и так далее они не магнитно это понятно в обороте может попасться монета без блокировки поскольку это 97 год то медные монеты научились блокировать только в то время да то есть но в принципе это редкость как и вот так же могут могут попасться в обороте какие-то браки там брак поворота еще что-то но в принципе это монета не предоставляет большого интереса разновидности которые у нее есть штемпель 1 1 и 1 и 3 они тоже незначительные большого интереса не представляет я сейчас покажу где же у меня скругленная это 13 такой поближе левее это 1 и 1 сейчас покажу вот видно угол пятерки с в одном месте скруглены в другом сглажены это они не представляют никакой ценности вот эти монеты у нас уже находится в обращении где-то 22 года до в целом 20 но они могут еще иметь хождение еще больше потому что в корее например там я видел прям просчитал 38 лет монета одна имела хождение просто в обороте по 50 вон монета друзья в описании под видео есть кликабельное содержание каждого года 5 рублей так вроде пока нету браков поворотов я думаю их очень-очень много уже изъяли из обращения не стоит тут колупаться так мы знаем да что у монеты есть три стороны третья сторона это гурт вот 97 года московском монетного двора блин да что ж такое разваливается собаки тени лысые лыны медь видно что она медная переходим дальше сам петербург и монетный двор 5 рублей и чуть-чуть поменьше видно уже мне попалось 84 монеты из тысячи то есть но здесь чуть-чуть лучше качества потому что те изношены московского монетного раз сильно изношены даже к это грязная попалась видать долго долго где-то лежала по поводу разновидностей давайте возьму для примера хорошего разновидностей аверса вот это аверс у нас не обнаружено он был один и тот же значит основные разновидности у пяти рублей которые чеканились с санкт-петербург разновидности реверса штемпель 1.1 1.2 2.1 и также наборная монета 2.23 основное различие штемпеля 1.1 и 2.1 это заостренный угол здесь или с пятерки или скруглены это основное видимое то что можно увидеть и и также монета в обороте которая не встречается это наборная как я уже говорил 2 штемпель 2.23 по практике монеты раннего периода брак поворотов почти нету в основном это только свежие там 18 года 17 19 уже вот этих у этих годов можно найти брак поворот здесь нельзя и собственно горты у нас 97 год санкт-петербург вот чтобы не было никаких но даже в санкт-петербург 5 рублей вот они тоже все все вот такие вот лысые медные с насечками попеременно лысые все переходим дальше на 98 год переходим дальше обратите внимание 98 года 5 рублей нашлось 127 монет если честно это скучный год сейчас я найду хорошую для примера более-менее сносную в сочетании аверс и реверс здесь 6 разновидностей мы не будем каждую рассматривать но единственное вот я сейчас перерывал вот обратите внимание на знак монетного двора ммд более-менее нечастая встречаемость у тех монет где вот этот монограмм ммд знак приспущен в этой пятерке вот я буквально сейчас перерывал перерывал ни одной не нашел к сожалению увидеть у всех знак всех монет приподнятый приподнята монограмма то есть если у вас руках окажется эта монета особо не рассматривать ее редких нету единственное ценные только здесь браки и ценные могут быть в идеальном состоянии вот эти монеты в идеальном все а это все у нас верифайн плюс верифайн и минус и так далее все сейчас гурты посмотрим быстро гурты 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 петерка вот нас гурты 98 года ммд стандартный как и прошлого года 97 видно медь все дальше петербургский монет двор 98 вот так раз здесь 114 монет из 1000 тоже большой тираж но здесь если так пересмотреть здесь есть и хорошего качества я не знаю почему может они долго лежали в банках характеристики технической нет стандартной обычный как у предыдущих я не знаю нужно ли озвучивать их так вот что хочу сказать по поводу ценников ценников вот обратите внимание значит с 97 года у нас они стоят по 20 рублей но это сохранность почти мешково считается поэтому 20 рублей не стоит значит сразу скажу по аверсу разновидности нет только одна разновидность дата аверс по реверсу по реверсу здесь наши доблестные исследователи нумизматы пишут что у нее есть около 6 разновидностей именно этого года 98 санкт-петербург стоит искать только одну редкую действительно редкую разновидность я не буду вдаваться в подробности в остальные это когда листочек вот этот который он сверху да он не касается канта и не просто ника он укорочен и это видно и второй листочек он более выпрямленные то есть он не такой волнистый и встречаемость настолько редко что если цена у нее 2000 3000 рублей стоит то представьте что она действительно редко я искал подобную разновидность разумеется я не нашел сейчас мы посмотрим быстро гурты и перейдем дальше гурты у нас и тиски вот пить пятерка и вот они тоже все лысо изношено с насечками переменно с лысым так выглядит мне это естественно не магнитная она медная покрыта мельхиором вы сейчас обратите внимание на то что мы с 99 года переходим на 2008 да и удивитесь почему 10 лет не было чекана да это правда но хотя в девяносто девятом году были пробные монеты и не ищите где-то там в кошельке в обороте их нет они изготовлены незаконным путем но в 2002 году были монеты были наборные монеты выпущены и в 2003 готовились монеты для набора но попали в оборот считаются очень редкими и мы постепенно переходим в 2008 году так вот у нас 2008 год это у нас московского монетного двора этих монет мне попало всего 38 всего 38 значит разновидностей сейчас разновидностей по аверсу не существует только один вариант а вот по реверсу существует около трех разновидностей это штемпель 1.1 1.3 и штемпель 3.2 значит у меня значит первые два два варианта это нечастые они в хорошем состоянии стоят где-то 200 рублей а вот штемпель 3.2 это часто вот они все у меня все 38 монет принципе год не очень интересный я думаю можно перейти к санкт-петербургскую монетному двору принципе вот у нас санкт-петербургский монетный двор всего 6 монет да вот они всего 6 монет существует всего четыре разновидности у санкт-петербургского монетного двора но у меня только одна из них уже много есть нечастых а вот это самое распространенное и всего у меня здесь вот это они все и есть штемпель 5.21 я не буду вдаваться в подробности в принципе ну значит моя задача здесь только подвести статистику сами понимаете как я уже сказал из 1000 монет попало всего 6 и редким редки редкой встречаемостью она не является можно переходить смело к 2009 года так ну что друзья думаю можно перейти к 2009 году московского монетного двора этот год был очень богат на разновидности то включая как магнитный так и не магнитные монеты он был переломным сейчас все объясню значит вот это у нас не магнитная их попалась 21 монета 20 для монета браков поворотов здесь нет по поводу разновидности здесь очень много разновидностей касающихся аверса я немножко коснусь реверса значит смотрите монета у нас не магнитная проверяем вот это магнит не притягивается тю-тю разновидности по реверсу завиток касается канта это штемпель 5.3 по сташкину это первый и второй у нас завиток утопает в канте сейчас мы найдем вот он второй штемпель 5 и 4 это когда завиток вот этот вон он утопает в канте это обычные часто встречающиеся разновидности из-за вот этих штемпель 5.3 мне попалось всего 18 монет а штемпель 5.4 мне попалось 3 монеты вот это у нас 5 рублей не магнитные 2009 год московской монеты видим даже медь просматривается это остатки мельхиора видно значит 5 рублей 2009 года магнитная вот они все вот они все мне попалось здесь 20 монет здесь большое разнообразие разновидности очень большое только в сочетании аверс и реверс как минимум 6 может чуть побольше значит мы основное я мог смог только подсчитать и увидеть то что попроще это количество разновидности по реверсу так мы сейчас будем смотреть штемпель снова 5.3 5.4 монета магнитная сразу вот она притянулась московской монеты двор 2009 год 5 рублей здесь завиток касается канта это штемпель 5.3 по сташкину их мне у попалось 7 штук 7 монет остальных 5.4 мне попалось 13 монет сейчас я их найду так быстренько здесь завиток как видно утопает в канте все этих монет 13 монет принципе на тысячу потому что я перебираю 1000 монет по поводу аверса здесь настолько большое разнообразие основное отличие это когда вот это вот монограмма московской монетного двора то есть она под лапой орла то ближе то приспущена то приподнята разновидно то немножко вправо немножко влево поэтому подробно я не буду останавливаться есть ресурсы в интернете пожалуйста или просто возьмите купите в интернете так будет проще искать их не нужно собственно давайте гурт посмотрим это 5 рублей 2009 года магнитная обратите внимание на гурт который слева первый и слева 2 они вот реально реально различные то есть судя по всему здесь тоже есть разновидность но я не буду тут колупаться переходим с санкт-петербургский монет эндвор 5 рублей значит мне всего попалось 4 монеты которые не магнитные вот они вот они бедные несчастные у меня действительно очень нечастая встречаемость если мы так сейчас разложим что я хочу сказать у меня все четыре монеты одного штемпеля 521 они обычные то есть регулярного чекана есть еще штемпель 522 но мне не попался он принципе не частым считается это то вот так выглядит у нас гурт и гурт и гурт и гурт и гурт и значит санкт-петербургский монетный двор 5 рублей это все магнитные можно проверить без проблем вот они хоп повисли чик чик все это магнит разновидностью у них очень много как минимум 6 только почти почитано по реверсу у нас есть штемпель 521 и 522 сейчас мы быстро вычислим сейчас я их объясню где эти как их различать вот обратите внимание здесь краешек листочка заострен это бутон может быть да он заострен это значит что это штемпель 521 мне их попалось 6 штук из 8 а мне нужен еще скругленный посмотреть где он у меня есть нет вот вторая разновидность реверса у нас вот этот вот скажем лепесточек и бутон не знаю ладно это лепесточек у нас круглён это штемпель 522 их мне попало всего две монеты то есть в принципе это не часто это считается не частой разновидность если всего 2 из тысячи монет но это регион москва регион москва по поводу разновидности аверса здесь тоже огромное количество разновидности то есть вот эта монограмма санкт-петербургского монетного двора она может быть распад под лапой расположена расположена то есть немножко вправо немножко влево то есть немножко приспущено приподнято поэтому я особо тут не рассматривал эти группы подгруппы abc аверса все значит ребята не забывайте ставить лайки нажимать на колокольчик писать вопросы в комментариях я обязательно отвечу либо сейчас либо попозже друзья переходим к 2010 году 5 рублей это год в принципе интересный для нумизмантов ну так чуть-чуть это все что попалось мне обеих монетных дворов я могу прямо сейчас перебрать санкт-петербург у меня всего две монеты вот первая вот вторая все предлагаю начать с московского монетного двора у этих монет московского монетного двора 5 рублей есть в основном разновидности по аверсу здесь есть разновидности по подгруппам а б в то есть в основном это внимание на монограмму монетного двора товарный знак он может быть расположен под лапой орла по разному из 1000 монет мне попалось всего 7 монет московского монетного двора 5 рублей всего 7 да и монеты все магнитные то есть это сталь с никелевым гальвана покрытием не надо говорить что эта монета редкая если в прошлом году я перебирал такой же грубо говоря мешок тысячи монет мне ни одно не попалось но в этом году мне попало сразу две вы учитываете что это регион москва а не санкт-петербург я думаю в питере эти монеты есть значит это в принципе год немножко скучный разновидности по аверсу и реверсу только одна вот она у меня в руках все притягивается магнитом абсолютно магнитится легко я их пущу в оборот чем мучить чих откладывать можно как бы да принципе я могу подвести итог у этой монеты санкт-петербургского монет москва не частая встречаемость то есть и никакая она не редкая штемпель здесь по реверсу как я там обратил внимание по моему штемпель 5.22 и все то есть бутон там скруглен вот собственно это все монеты 2011 года до их немного это год скучный это год неинтересный я сразу скажу если вы видите у себя в руках вам назначу попала сразу бросайте в оборот обратно это московской монетный двор здесь мне попалась из тысячи 30 монет такой у меня штемпель здесь всего одна разновидность это их принципе много встречаются вот это у нас реверс 2011 вот это у нас аверс то есть нет разновидности год скучно единственное будет вам интересно в интернете поискать брак поворотов вот я искал браки повороты их нет повылавливали вот и все и не может быть какие-то особые браки там раскол штемпеля не про чекан может быть все это год скучный считается все идем дальше и постепенно переходим в 2012 году московской монеты вот здесь у меня 52 монеты попалась из одной тысячи принципе этот год считаю скучным неинтересным для изучения у него по аверсу разновидностей нету у нас обычный зато есть разновидности по реверсу две разновидности к сожалению у меня только одна всего разновидность это все штемпель 541 есть еще штемпель 542 здесь некоторые отличия по реверсу есть но разумеется он редкий его можно найти в интернете без проблем давайте посмотрим вот этот а значит у этого номинала в этой монеты стандартные технические характеристики диаметр и толщина металл вот массовый смотрим массовый не про чекан канта 2012 году был то есть если у меня их попало здесь минимум пять это там еще есть в кучке то еще есть но раньше еще в те годы я думаю что это реально какой-то не про чекан слабый удар был но мне на форуме объяснили скорее всего я буду придерживаться этой версии что здесь была брак в заготовке то есть нехватка металла где-то толщина листа заготовки была чуть поменьше и когда был чекан значит монета должна заполняться то есть металл должен заполняться в штемпель при чекане при ударе да поскольку металла не хватает естественно на металла канта не хватило в них этих монетах ничего особенного так я перебирал здесь на брак поворот не нашел нету либо выловили либо просто и мало было браков поворот в общем их не было вот у нас город 2012 года москва ну кто собирает город этому может пригодиться мне это особо не надо все дальше а кстати и по поводу 5 рублей 2012 года сан-педебурский монетный двор не мечтайте их найти это монеты пробные всего несколько штук известно они считаются чрезвычайно редкими и не попадали никогда в обращении плавно переходим 2013 году сожалению все здесь удалось выловить 23 монеты 23 монеты судя по по количеству тираж этого года был средним то есть не огромными не маленьким известно две незначительные разновидности это штемпель 5 и 3 и штемпель 5 и 4 значит вот здесь по образу разновидности нету и штемпель 5 4 вот я их отложил специально вот для сравнения слева первый это утопает в канте а справа крайне это касается канта то есть это две незначительные разновидности в реверсе все интереса у нумизматов не представляет значит встречаемость я сказал всего 23 монеты давайте быстренько гурт это вот давайте смотреть вместе считать вот это гурт 2013 он идет стандартно с тех годов с предыдущих следующий будет такой же потому что один и тот же гуртильный аппарат вам наверное интересно 2013 года 5 рублей санкт-петербургского монетного двора я нашел ноль просто ноль монет но не стоит думать что у нас сильно редкая поэтому если сейчас мы заглянем в интернет посмотрим цены мы увидим что в мешком состоянии цены начинаются от 30 рублей поскольку регион москва мы не нашли то есть это нормально я думаю в петербурге их побольше этих монет поэтому принципе купить ее можно редко она не является да она не часто кстати разновидности у нее нет а была одна штемпельная пара и все и в конце ролика вы увидите общую таблицу за последние два года следующий год у нас по сценарию 2014 для начала количество мне попалось 53 вот таких монеты таких скучных неинтересных монеты по поводу разновидности мы сейчас воспользуемся каталогом сташкина здесь есть два незначительных различных значит для начала разновидности по аверсу не выявлено пока он один я думаю все таки использовалась одна штемпельная пара по разновидностям реверса есть два незначительных вариаций то есть тут все дело в краешке пятерки ну по сути здесь была одна штемпельная пара я не считаю что сильно такая разновидность значит технические характеристики у нее стандартный как и у предыдущих годов сталь с никелевым гальвана покрытием диаметр все тот же масса гурт толщина и так далее браков поворот браков поворотов здесь я не выявил так искал как бы нету здесь браков поворотов вот и гурт 2014 год 5 рублей все ку-ку всего три монеты в этом году 2015 года можно не считать в я помню когда перебирал 2016 году я нашел 6 монет потом я перебрал через два года в 2018 году мешок ни одной не нашел 1000 монет перебрал сейчас 1000 монет перебрал вот три монеты попалась то есть в принципе она не часто и будет чуть-чуть она еще есть в обороте первая партия первая партия вот этих вот монет 2015 года московского дара появилась только осенью по моему октябре штемпельная пара скорее всего здесь одна штемпельная пара разновидности по реверсу нету и разновидности по аверсу нету для того чтобы появилась новая разновидность надо чтобы штемпель треснул просто раскололся я смотрел в интернете смотрел я нашел не полный раскол штемпеля этого года полного нету есть не помню и скорее всего на этом остановились то есть дальше не чеканили монету так как на носу уже был 2016 год ну и следующем году шестнадцатом у нас был уже новый герб в этом году этот год был последним со старым гербом далее что тут искать поводу браков поворотов так если смотреть брак поворот их нет всего три монеты штемпель здесь старый по моему это 5 штемпель 5.3 реверса все дальше хочу обратить внимание на каталог каталог конрос здесь цена указано всего 5 рублей за эту монету 15 года но хочу хочу обратить внимание редакцию что цена нужно изменить она поменялась в интернете за эту монету просят в мешковом состоянии или почти мешковым уже 50 рублей как минимум тут смотреть особо не нечего из трех монет гурт смешно вот год 15 года санкт-петербургский монет двор не чеканил монету данного номинала вот он наш 2016 год московский монетный двор я перебрал тысячу монет мне попалось 43 монеты вот он новый герб красиво выглядит я помню как их люди очень активно очень очень активно собирали откладывали даже я начинал так делать потом показала практика что их очень много в обороте технические характеристики у этой монеты стандартная сталь с никелевым гальвана покрытием известно два незначительных варианта как минимум сразу нашли это штемпель 531 и 541 что нашли потом не буду утверждать я думаю еще будут разновидности два обычных штемпеля с незначительным отклоняет то есть это вот этот завиток примыкает канту либо утопает в контенте здесь сейчас посмотрим здесь вот здесь он утопает сейчас найдем очень быстро где примыкает тоже утопает вот вот завиток примыкает канту то есть обе разновидности обычные браков поворотов я искал браки поворота так искал искал брак поворот нету здесь ничего в сети очень много можно найти монет с браком не про чекан в основном очень часто не про чекан именно аверса так санкт-петербургский монетный двор не чеканил монету данного номинала сейчас посмотрим быстренько гурт как раз для тех кто любит коллекционировать и перебирать гурты вот они гуртыш нас его года вот он наш 2017 вот этих монет явно больше чем в прошлом году значит из 1000 монет я посчитал здесь 82 мне попалась значит разновидности по аверсу не выявлено как и в прошлом году 2016 а вот по реверсу здесь сразу было обнаружено как минимум две разновидности по реверсу это штемпель 531 и 541 тут который почаще это 541 вот он у меня в руках это он чаще встречается вообще разновидностей возможно побольше чуть-чуть просто идут споры там варианты немножко все сумбурно я так скажу поэтому я думаю разновидности еще будут по реверсу значит основное видимое отличие у реверса это завиток касается канта либо он примыкает к канту и все это основное видимое отличие у этих разновидностей значит технические характеристики все те же все повторяется из года в год совсем браков поворотов нет ни одной хотя я искал проверял по странам монет много 2017 год московский монетный двор еще раз я повторяю это и гурты о видали целая ведерочка 2018 года монеты то есть много 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 а знаете сколько здесь 162 монеты до на тысячу то есть в принципе это много это грубо говоря 16 процентов всех монет находится в обороте из пятеро из 5 рублевого номинала так ну какова история я помню что первое первые монеты появились весной 2018 года первая партия и потом выходила 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 много сразу были обнаружены две разновидности по аверсу разновидности тоже нет в этом плане тут все скучно по реверсу было найдено сразу две значит это штемпель 541 который чаще встречается и 542 чуть пореже который встречается тут все дело в том же канте который завиток при при мыкает канту либо утопает в канте вот это вся видимая основная это все видимое основное различие стандарты у этой монеты все те же это старт с никелем гальвана покрытием вес 6 грамма диаметр 25 метров и тогда толщина 18 то есть все все тоже самое по поводу браков поворотов вот смотрим сначала на эту камеру вот смотрим здесь есть небольшой поворот градусов так 30 вот смотрим брак поворот нашелся небольшим поворотом не знаю рублей 200 может будет стоить только московский монетный двор чеканил это этот номинал вот год восемнадцатого года ммд все я думаю этого достаточно вот он теперь нынешний 2019 год знаете сколько здесь мне попалось мне попалось 22 монеты нынешнего года первые монеты появились в марте этого года и до сих пор сейчас они в обороте то есть в москве их уже то есть они как бы уже есть и до сих пор чеканится я думаю качество чекана давайте посмотрим качество чекана ну нормально бывает конечно бывает конечно не очень все один и тот же стандарт стандартно все так а по аверсу по аверсу с кэри все пока разновидностей нету и не будет а по реверсу сразу могу сказать этот у нас бутон утопает в канте это штемпель 541 а это с прошлого года повторяется не первый год он по моему начался с 2009 чеканится первые годы потом там 16 16 17 18 точно это штемпель использовался меня удивил цвет вот эти две а их отдельно отложил у них разного они разного цветов если то посмотрите что у них абсолютно разный цвет не знаю как какая тут цветопередача справа немного темнее монета 2019 года реально немного темнее левее светлее это основное количество их попало всего две такого цвета то есть вот это раз раз и два вот они я не знаю почему они такого цвета если кто-то знает из вас напишите почему не такие чуть чуть такие темненькие потому что мне первые мысли приходят в голову что либо это никель немножко был таким загрязненным да это же гальванопокрытие либо сюда добавили медь она темная либо не знаю что можно добавить цинк марганец не знаю для чего темпель один и тот же 541 прям видно здесь завиток утопает в канте и здесь завиток утопает утопает в канте здесь по сути гурты у них мне ни о чем не говорят нашего 2019 года современная монета до сих пор чеканется я думаю до сих пор разводит развозится по регионам все теперь как я обещал статистику за два года по встречаемости в принципе эту таблицу вы можете распечатать сделать скриншот где-то выложите себя соц сетях это как бы не возбраняется она в открытом доступе эта информация и так здесь я здесь представлены две таблицы вот в первой таблице сразу за два года цифры встречаемости пяти рублей на на тысячу монет здесь по порядку все идет сделать 7 по 2019 просто давайте сначала с первой строки посмотрю 97 год мы видим здесь стать ну как бы статистика она повторяется 2018 году 1 и в 2019 почти такая же то есть это все в рамках погрешности скажем так мне пришлось выделить красным цветом те монеты на которые я бы хотел обратить внимание для себя в первую очередь вот 2008 год санкт-петербург резко уменьшением в два раза сразу то есть был 11 2018 году стало 6 можно можно ли сказать что это погрешность не знаю но стоит обратить внимание далее 2013 год я тоже выделил красным второй год подряд ни одной монеты не попалась на тысячу монет есть еще допустим смотрите 2009 год санкт-петербург магнитная в прошлом году ноль попалась в этом году 8 попалась сразу монет то есть как-то статистика это немножко но она и как бы интересно то есть очень большая погрешность да грубо говоря далее 2015 год в прошлом году ни одно не попалась в этом году сразу три то есть ну тоже это в в рамках какой-то статистики пока мы переходим ко второй таблице не забывайте подписаться ставить лайк колокольчик и так далее вот вторая таблица здесь здесь монеты встречаемости по возрастанию и сразу первые три года 2013-2010-15 они не частыми и хорошая стратегия была бы к примеру там штук десять в идеальном состоянии купить заслабировать и пускай лежат лет десять наверно 5-10 лет то есть они всегда дадут прибыль далее нас идет просто по нарастанию больше больше тут уже сами смотрите на что обращать внимание где тут она идет пропорционально тиражу чем больше тираж тем больше встречаемость средний тираж среднюю встречаемость то есть тут я не буду комментировать ничего здесь очень все сумбурно дальше вниз переходим больше всего мне попалась монет 5 рублей именно 2018 года обратите внимание с 16 процентов в бар в обороте именно в регионе москва 16 это в принципе много то есть тираж был достаточно большой рядышком идет уже 98 год то есть это говорит о том что тиражи были огромны и вот сразу я хочу обращать внимание где-то 70 процентов всего обращения это 97 год 98 и 2017 и 18 год то есть два предыдущих года и и два первых года то есть это все монеты это основная часть в обращении 70 процентов то есть тут тоже стоит немножко так поразмыслить в принципе все не буду отнимать время и всем пока